Подготовка к турниру мемориал Пранцишкуса Эйгменеса для тех спортсменов, которые раньше всех приехали в Вильнюс, началась приятно и весело. Для них в Федерации Самбо Литвы было организовано посещение аквапарка, поэтому днём они подготовились морально, ну а же вечером физически. Я три месяца готовился к этому турниру, чтобы занять достойное место. Если здесь я хорошо выступлю, то смогу поехать со сборной Польши на другие, более серьёзные соревнования. Я готов бороться. Я занимаюсь 7 лет дзюдо и уже 3 года самбо. Как и мои друзья по сборной, я готовился три месяца к этому турниру, потому что я хочу попасть в сборную Польши на первенство Европы. Я впервые на турнире в Литве. Думаю, что он окажется для меня очень продуктивным. Я счастлива, потому что это для меня новый турнир, но думаю, будет очень сложно, потому что, наверное, я самая младшая в своём весе. Я впервые здесь, но в соревнованиях по самбо я участвую уже третий раз. Я очень надеюсь на это выступление и свой прогресс. И я здесь впервые. Мне нравится здесь. Хорошо поплавали. Тоже хотелось занять достойное место, но пока я даже не знаю, с кем придётся бороться. Мы отдыхаем перед стартом, вечером ещё немного потренируемся. В соревнованиях приняли участие более ста спортсменов 1994-1997 годов рождения из девяти стран. Турнир прошёл уже в седьмой раз, он включён в официальный календарь ФИАС. И тем не менее, задача этих соревнований не только в популяризации самбо и его развития. Здесь собираются те люди, которые чтят память Игменаса. Францижкус Игменас почти 40 лет был бессменным президентом Литовской Федерации самбо. За спортивные достижения его подопечных он был удостоен звания заслуженного тренера республики. Францижкус Игменас стоял у истоков создания Европейской Федерации. На протяжении двух сроков являлся генеральным секретарём Международной Федерации самбо. На этот турнир собираются его воспитанники, его друзья, знакомые по спорту, его сотрудники, потому что он 27 лет проработал проректором по хвостчасти в Вильнюсском университете. Я много слышал про Францижкуса Игменаса и читал о нём. Он сделал популярным самбо в Вильнюсе. Думаю, он был хорошим человеком. Он развивал самбо во всём мире. Он был выдающейся личностью. Я думаю, для каждого, кто любит самбо, он является значимой фигурой в истории самбо Литвы. Все, кто помнит его, вспоминают его только добрыми словами. Весь турнир о нём и в честь него. Францижкуса Игменас, безусловно, является выдающимся деятелем борьбы самбо и в масштабе Литвы, и в международном плане, потому что неофициально мы его называем отцом борьбы самбо Литвы. А в международном плане он проявил себя как деятель международных федераций, федерации борьбы самбо Европы и международной федерации борьбы любителей самбо. Так что, конечно, его заслуги в этом спорте признаны общепризнанным. Лидерами стали хозяева турнира. Литовцы завоевали 31 медаль, 6 из них золотые. Также успешно выступили спортсмены из Беларуси, Эстонии, Словакии и Польши. Причём некоторые самбисты впервые участвовали в международных соревнованиях. Поэтому хороший результат даёт им возможность выйти на турниры более высокого уровня. Я стала третьей, и у меня была очень сильная соперница. Я не ожидала такого результата и очень счастлива. Леонид Попович открыл самбо для Ирландии. Сейчас у нас не такая большая федерация, но я думаю, она будет развиваться и станет более обширной в нашей стране. У нас есть какие-то успехи, но это начальный этап. В Нидерландах самбо ещё слабо развита, но этот турнир – хороший шанс изучить самбо лучше и продвинуться дальше, чем только дзюдо для нашей страны. Я думаю, это будет для нас полезным опытом. Я завоевала бронзовую медаль, и это было очень сложно. У меня травма, поэтому пришлось трудно и больно. По очкам, конечно. Преимущество больше. Ну, вторая сфатка мне очень сильно запомнилась, конечно. Один ноль выиграл. Ну, вот, финал больше, конечно, 12-12 или 13-12, я не помню. Ну, я узнал, как бы, свои силы. Также, ну, это вторые соревнования по самбо вообще. Поэтому просто опыт, огромный опыт. Сегодня было очень много встреч. Встреч 5-6. Так что очень огромный опыт. И также, может быть, буду задумываться о том, чтобы перейти из дедов самбо. Ты можешь попросить друзей прийти и поболеть за тебя. Поэтому участвовать в домашних турнирах гораздо проще. Все хорошие спортсмены были. Ну, в финале самая сложная, конечно, встреча была. Ну, я выиграл 2-1. Ну, еще в подгруппе была тоже сложная встреча. Я тоже ее выиграл 2-0. Ну, а так, в общем-то, все нормальные партнеры, все удобные. Вручить награды спортсменам и почтить память Францискуса Эгминоса приехало и руководство ФИАС. За ходом схваток следили президент ФИАС Михаил Шульц, первый вице-президент Давид Рудман и генеральный секретарь Международной Федерации Николай Ленц. В турнире приняли участие девушки трех весовых категорий и юноши восьми весовых категорий. Когда соревнования станут более посещаемыми, количество категорий будет увеличиваться. Когда будет много народу, тогда мы сделаем эти категории. Изначально у нас вообще даже женщин не было на соревнованиях, потом подключили. По окончанию соревнований те федерации, которые смогли задержаться в Литве, познакомились поближе с Вильнюсом, который будет ждать самбистов вновь в 2014 году на восьмом турнире «Мемориал Францискуса Эгминоса». Я люблю Самбо ТВ! Я люблю САМБО ТВ